Друзья, всем привет! Всем привет с моей кухни! Сломалась моя аппаратура, с которой я снимала, которую выписывала на Валберис. Штатив с кольцом, с лампой, куда телефон вставляется, я начала, ну как сказать, отжимать, чтобы ставить телефон. И все, она оторвалась совсем. 1200 отдала. Месяц не знаю, я поснимала или нет. Вроде бы так удобно было с ней, она же больше-меньше делается, на улице хорошо ей снимать. Но теперь все опять нету. А этот, что я вам сейчас снимаю, ставлю вот на холодильник. Такая небольшенькая подставочка для телефона. В общем, я в расстройстве. Ну, сегодня чем буду заниматься? Сегодня я буду перцы свои сажать в эти ячейки. Все надо посадить. Баклажаны вчера замочила, нужно посадить их. И цветочки, что я покупала, нужно тоже посеять на рассаду. Слазила в погреб, достала ведро картошки, заодно морковки и достала банки. Вот, друзья, смотрите, вот такая штучка, да? Так, где она у меня сломалась? Вот это, наверное. Ну, да. Видите, где телефон держит? Обломалась. Ну, может быть, на Валбересе есть такие запчасти отдельные? А может попробовать суперклеем как-нибудь приклеить? Уже телефон у меня падал, чуть не разбился. Я так запереживала, думаю, ё-моё, если телефон у меня разобьется с такой высоты, то всё. В общем, надо что-то делать. Я сегодня сяду, посмотрю Валберес и попробуем ещё суперклеем склеить. Ну, что я сегодня, я слазила в погреб, я говорила, нет, что я достала? Вот, морковную икру достала, очень вкусная. Достала салатик с фасолью. Я его делаю каждый год, мой любимый салат с фасолью. Хоть борщ его можно положить, хоть так можно его есть, он очень вкусный. Достала грибочки, это абабки, ну, маринованные. Они такие хорошие, видите, закатанные под крышкой. И достала трёхлитровую банку помидоры в собственном соку. Будем открывать, будем пробовать. Сок можно хоть куда-то использовать, хоть так его можно пить. Вот. И достала, не видно, ведро картошки. Его не видно. Ну, ладно. Ведро картошки, там морковки сверху наложила, чтобы мне каждый раз не лазить за морковкой. Я сразу достаю. Ну, и всё. Печку ещё я не топила. Печку. Время 12 часов. У нас сегодня с утра плюсовое тепло. К вечера у нас уже минус 8. Завтра минус 17. И так несколько дней. Дней 5, наверное. 17 за 20. В общем, холодно. Ну, а сегодня я не стала топить. Думаю, не так уже холодно на улице. Затопим в обед. И хорошо протопим, чтобы на ночь было тепло. А завтра уже будут два раза. Утро, вечер. Кто-то у меня просил. Покажите, как вы печку топите. Я уже сколько раз показывала. У меня где-то есть видео про печку. Тут не видно, наверное, будет. Ну, а что здесь? Господи, я там уже наложила дрова внизу. Сверху угля уже насыпала. Осталось только спичкой черкнуть. И печка у меня затопится. Ну, а сейчас, наверное, буду заниматься землёй. Буду заниматься доставать перец. Буду садить перец. Занесла с веранды стол. Поставила там в зале под рассаду. Тишка уже облюбовывает этот стол. Уже, не знаю, мне кажется, он начнёт туда прыгать. Ой, у меня головная боль. Он мне всю рассаду, наверное, перепортит в этом году. Спит. Он не знает, что я про него говорю. Спит. Ну, сейчас он как-то больше находится на улице. И нагуляется, а потом долго спит. Ну, не знаю. В общем, всё, я занимаюсь посадкой перца. Так, ну что, земли я насыпала в эти ячейки. Сколько ж мне посадить перца-то? Не знаю. Сколько сделать этих? Так, два, четыре, пять. Сколько ж мне посадить? Буду по два этих делать. По два штуки в одну ячейку буду садить. Вот так вот на расстоянии немножко сделаем. Теперь семена вот эти. Сейчас на блюдечко какие положу. Положу. Буду смотреть, где сильно пророщие. То они все здесь хорошие. Пинцетик можно взять. Сейчас я возьму пинцетик. И пинцетиком буду раскладывать. Которые проросли. Вот сюда выйти. Так, вот такой пинцетик взяла. И беру. Сюда вот где отверстие. Луночки, так сказать. Хорошо так проросли семеночки. И буду их раскладывать. Сейчас еще. Ну-ка, вот здесь посмотрю. Что прям с хорошими этими корешками. Здесь вот такие большие корешочки. Ничего они не ломаются. Ничего им не делается. Вот их тут сколько. Так, сюда я. Сюда, сюда. В общем, буду раскладывать. Работа хирургическая. Пинцетиком. Так, а вот сюда я наверно тоже не положила. Что-то я тут не вижу. Пропустила. Вот сюда вот. Да. Раз. И вот это тут. Два. А этот один лишний упал. Ладно. Так, еще тут два осталось. И последний. Так, первый ряд все. Наверное вот эти ряды сделаю. Сейчас посмотрю сколько я сделаю. Так, я посадила. Прикрыла земелькой. Сейчас мне нужно пополивать. поливаю тепленькой водичкой. Комнатной такой. Где видно будет сейчас, наверное, не сильно заглубила. Видно. Вот четыре рядочка. По два штуки я посадила. Ну, здесь они первое время будут расти. Потом я их в стаканчики пересажу. Так, маленечко заглубить. Земелькой. Так. Все. Все, все, все. Теперь мне нужно подписать, что здесь у меня, чтобы я не запуталась. Здесь перец сладкий. Я беру, я нарезала со сметаны вот такие вот штучки. На них вот так вот написать ничего не получается. Ни ручкой, ни карандашом. Ничего не получается. Не напишешь. Я беру. У меня есть точила для ножа. Или наждачка. Хоть что. И одну сторону вот так вот делаю. Ой, скачаю у вас. Вот так маленечко я ее делаю. Как бы стираю, да? Теперь я на ней пишу. Перец сладкий. Сейчас будет все писаться. Перец сладкий. Так. Вот видите, я написала. Перец сладкий. И оно не стирается. Так оно и будет. Я в том году точно так же делала. И оно не стирается, не смывается. И здесь с этого края тоже напишу перец сладкий. Сюда. А вот здесь вот одну дорожечку. Сейчас посажу перец горький. Тоже видите, как проросли уже семянки. Два, четыре, шесть, восемь штук. Да хватит мне горького. Куда мне? Я его по одному. Вот так вот сделаю. И так же самое забросаю пинцетиком. Где побольше корешочки буду брать. Пророс уже хорошо. Вот так. Семена это свои у меня перца. Все свое. Все. Тут я тоже. Сейчас закрою. Пополиваю. Вот подписала тоже. Перец горький. Вот сюда его. Я маленечко не так сделала. Вот так. О! Чтоб видно было. Все. Так, сюда сейчас баклажаны посею. Тоже по одной. Все. Посадила баклажаны вот так вот рядочек. Все. Подписала. И сюда вставляю. Этот рядочек баклажанов. Это пустое. Так. Ну, а цветы я где-то, наверное, буду по горшочкам садить. Сюда, может, потом помидорки посажу. В общем, посмотрю. Вот это все я разделалась. Пленкой, наверное, закрою сейчас. Вот так вот. И на стол унесу. Садками все я сделала. Все унесла в комнату. Поставила на стол. Открыла помидоры. Хочу попробовать помидорки. Три штуки достану. Сок у этого налью. И попробую. Сок вкусный. Продегустирую. Сок вкусненький. Ну-ка, помидорку. Вкуснятина. Вкуснятина. Вообще. Хоть это, хоть то вкусно. Ой, все капает. Сейчас буду есть. Села. Все-таки вкусно, что заготовишь. Вообще. Здесь разный сорт помидор. Вот это я вижу помидорки. Комнатные. Я садила. В этом году надо, тоже посажу их опять. Вот вкуснятина. Маленечка даже недозрелая чуть-чуть ложила. Чтоб сильно не это. Вот третий ем уже. Представляете? Третий помидор ем. Ммм. Вкусный. Мясистый. Замечательно. Открыла салат с фасолью. Сегодня я напробую сегодня. Ну вот такой. Это я немножко. Очень я люблю этот салат. Вообще он такой сытный. Он такой вкусный. Вообще он замечательный. Ну-ка я попробую. До чего вкусный. До чего вкусный. До чего вкусный. Ммм. Прям вообще не знаю. Красота. Так что нужно. Я в этом году думала. Все урежу вдвое. Буду всего меньше садить. А нет друзья. Придется наверное опять много садить. Город надо кормить. В городе тяжело придется. Ну и сейчас еще открою. Уже грибы не буду открывать. Открою морковную икру. Вам продегустирую. Ну и последняя морковную икру открыла. И продегустирую. Мы их уже ели. Я две партии делала нынче. Сперва одну партию. Потом другую. Очень мне нравится. Это заготовочка. Такая вкусняшка. Я от вас спряталась. Тихаря тут ем сижу. Очень вкусно. Очень мне нравится. На тот год набрала же всякой морковки. Буду делать обязательно. Остренькая. Такая пикантная. Но я увлекаться сильно не буду. Я поставила борщ разогревать. Вчера варила борщ. У нас остался. Сейчас мы его подогреем на обед. И пообедаем. Ну и вкусняшек поедем. В общем и такие дела. Не открыла только грибы. Грибы. Ну грибы может быть когда картошки наварю. В общем пожелаем. Ой друзья наелась вообще. Так вот. Ну все друзья. Буду с вами прощаться. Всем желаю крепкого здоровья. Всем всего хорошего. Всех с наступающим праздником. Женским днем 8 марта. Всем крепкого здоровья. Всем мира. Добра. Всего самого-самого лучшего. Всем пока-пока.